Привет, друзья, я Алекс, а это лаборатория настольных игр профессора Фикуса. И вот настало то славное время, когда, наконец-то, мы с вами сможем поковыряться в различных архетипах персонажей в Шедоране. И несмотря на то, что их много и они разнообразные, предпочтение я отдам самому известному и самому классическому типажу в Шедоране, а именно уличному самураю. На первый взгляд, это очень-очень простой архетип персонажа. Берешь кабана поздоровее, накачиваешь его имплантами, обвешиваешь оружием до зубов и вперед в битву. И вроде бы понятно, что уличный самурай должен занять место в банде какого-нибудь танка, однако многие задаются вопросом, какого черта это называется уличным самураем? Неужели его так назвали просто ради понтов? И здесь нам с вами предстоит совершить небольшую экскурсию в прошлое, а именно в первую редакцию Шедорана и в эпоху зарождения киберпанка как жанра. Соответственно, ни для кого не будет сюрпризом, что книга Уильяма Гибсона «Неромант», вышедшая в далеком 1984 году, послужила основой и вдохновением для жанра киберпанк. И эта книга произвела в прямом смысле эффект разорвавшейся бомбы. Почему-то в обществе существует такое убеждение, что действовать хакеры времен 80-90-х годов – это какие-то абсолютные лузеры и просто мутные парни. Тогда как на самом деле, на так называемом «загнивающем Западе» именно киберкультура цвела махровым цветом, в то время как у нас с вами, но я имею в виду в СССР, происходила «За Перестройка». Целое поколение молодых и не очень людей, которые открыли для себя таинство программирования и то, что с этим делом можно творить просто невероятные вещи, неожиданно стали иконами контр-культуры и символом борьбы с подавляющим правительственным режимом. Я не буду сейчас пускаться в подробности этого феномена. Есть хорошее документальное видео от BBC под названием «Киберпанк», ссылку на которое я оставлю под видео, но поверьте мне, появление киберпанка как стиля культуры было неизбежно. Депрессивные 70-е годы, горячие конфликты, в которых участвовал США, холодная война с СССР, внутренние кризисы – все это привело к тому, что все больше и больше молодых людей отворачивались от так называемых традиционных ценностей, которые, к слову, и привели Америку в то печальное положение, в котором она тогда оказалась. Благодаря этому свет увидело огромное количество мрачной и неформатной литературы, тяжелой и агрессивной музыки, даже киноиндустрия была вынуждена развернуться и уйти тоже в какую-то мрачную депрессуху. Причем, если вы думаете, что это сугубо западное явление, посмотрите фильмы 80-х СССР. Там просто капец какой-то. Тоска, депрессия, обман, предательство, коррупция фигурируют практически в каждом фильме. Поэтому мрачное будущее, где миром заправляют гигантские и аучные корпорации, где жизнь простого человека не стоит и дроша, где все наше существование можно охарактеризовать как антиутопия, и где какой бы выбор персонаж не совершил, этот выбор будет неправильным, стало явью. И именно антигерои должны были, по мнению авторов, стать героями нового поколения. И поэтому первая редакция Шадурана, это именно откровенно взятый мир нероманта с его бамо, который, по сути, заставили жениться на Донжионзен Дрэгонс. И если вы посмотрите на арт из первой редакции, то все встанет на свои места. Там и рокеры, и наемники, и маги, и ни одного практически позитивного персонажа. Да и сами шедоураннеры, это не команда профессионалов, занимающиеся так называемыми теневыми операциями, а скорее именно уличные панки на мотоциклах, которые куда-то приезжают, кого-то грабят, потом нахлобучивают мистера Джонсона и на этих байках уезжают в закат. Так вот, раз уж создатели Шадурана занялись плагиатом на таком масштабном уровне, то чего им стоило стырить и термин «Уличный самурай» у Гибсона. И вот таким образом Молли Миллианс из нейроманта Джонни Мнемоника, Монолиза Овердрайв и так далее, неожиданно перекочевала в мир с эльфами, драконами, духами насекомых и прочими забавными зверушками. Но именно в первой и частично во второй редакции «Уличным самураем» все-таки считался обычный Громила с мышцами и имплантами, и само это словосочетание использовалось просто для того, чтобы отличить его, скажем, от класса воинов Динжонс и Дрэггенс. Однако в это же самое время Шадуран покрывался и лором, и например, если взять трилогию «Секреты Силы», то призрак оттуда – это именно «Уличный самураи» в самом классическом его понимании. Так что достаточно скоро мы получили концепцию «Уличного самурая» в том виде, в каком нам его рекламирует книга правил. Однако произошло это именно в тот момент, когда создатели из фазы неожиданно начали не просто мешать всякое разное в котле, а пытаться додумать и придумать, каково жить именно в их будущем и какие люди будут шадураннерами. Я бы сказал, что шадуранн просто повзрослел. Так вот, если мы вернемся к описанию «Уличного самурая» в книге, то мы увидим что-то типа «Ла-ла-ла», «Импланты», «Ла-ла-ла», «Воин, могучий и сильный», «Следующий кодексу чести», «Каким-то законам и правилам» и зачастую даже кодексу «Бусидо». Но почему-то книга правил не спешит нам объяснить, почему это вдруг какое-то там вышибало и просто машина смерти неожиданно решает принять и примерить на себя восточные ценности. Хотя ответ на этот вопрос, если вы вдумаетесь, на самом деле очень прост. Как вы наверняка помните, чем больше железа втыкает в себя уличный самурай, тем меньше в нем остается человечности. Мало кто из уличных самураев, да и вообще людей, которые ставят в себя импланты, стремятся стать именно киборгами. Однако и остаться простыми людьми у них не получается. Ведь из-за того количества усовершенствований, которые они внесли в свой организм, они давным-давно отошли уже от рода людского, ну от Homo sapiens vulgaris. Соответственно, они чуть более чем полностью десоциализировались и практически не умеют, да и не понимают как, вести себя в человеческом обществе. И вот чтобы увеличить то расстояние, которое отделяет их от превращения в робота, они и принимают так называемые кодексы чести. В принципе, это весьма похоже на то, кто делают старейшие вампиры в мире тьмы. Будучи лишенными человечности, им приходится принимать так называемые пути просветления с зачастую очень жестко прописанными нормами поведения, которому они обязаны следовать, чтобы сохранить хотя бы иллюзию человечности. Поэтому и наш самурай, чтобы сохранить в себе человечность, вынужден идти на искусственное ограничение своих сверхспособностей. А если добавить к этому перфекционизм уличного самурая, то фактически вы получите существо, которое бесконечно стремится к самосовершенствованию. И это очень-очень тяжелая дорожка, и многие с нее откровенно сбиваются, но при этом продолжают утверждать, что они все еще являются уличными самураями. Но есть и определенный цинизм в отношении уличных самураев. Есть одна достаточно забавная цитатка, которую я хотел бы здесь привести. У многих гладеньких пробирочников иногда появляются очень странные идеи. Ходят по улицам, называют себя уличными самураями и болтают об ушида и чести и о всем таком дреке. На мой взгляд, это та же самая фигня, как и та, что лепит пятиньюеновая девочка для развлечений, когда называет себя эскорт-услугой, потому что это звучит круто по ее мнению. Я не ведусь ни на какое это барахло об уличным самураям, и если вы доверяете мне меньше из-за этого, вы еще более поехавшие, потому что верите им. У настоящих самураев были хозяева, и они были им лояльны до самой смерти. И это совершенно точно не похоже ни на одного из тех, с кем я бегал в тенях. Но если уж вам так приспичило дать мне японское имя, то называйте меня Ронин. Так что отыгрывать уличного самурая, это далеко не такое простое занятие, как может вам показаться. А еще самурай, если он правильно отыгрывается, может быть настоящей проблемой для группы. И дело не в том, что он играет как-то неправильно, а наоборот, он играет слишком правильно. Например, уличный самурай может стрелять из своего оружия с закрытыми глазами лучше, чем остальные люди делают это с открытыми глазами. Он более вынослив, чем большинство транспортных средств на дорогах Сиэтла. Благодаря одним своим улучшенным рефлексам, он один стоит троих людей в схватке. И потому он становится самой смертью, убийцей гангстеров, полицейских, корпоративных служб безопасности и так далее. Очевидно, что это умеренно проблематично для игры, потому что, откровенно скажем, это убивает весь фан от игрового процесса. Во время боевки, тогда как остальные персонажи в лучшем случае делают один или два хода, уличный самурай и его ведро кубов умудряются сделать кровавый туман из большинства его противников. И хотя это очень здорово и помогает партии, но в конечном итоге отсутствие именно вызова изнашивает вашего уличного самурая, и в конце концов ему становится откровенно скучно. А вид скучающего и игнорирующего вызова игрока – это уже фрустрация вашего ДМа. А что начинает делать ДМ, когда видит, что его вызовы недостаточно сильны для его партии? Правильно, увеличивает сложность энкаунтеров. Но поскольку уличный самурай – это все еще машина смерти и бог войны, то умирать начинают окружающие его сопартийцы. Лицо, Риггер, Дейклер, Мак, да и просто все, кто оказался рядом. И даже если ваш самурай делал максимум возможного, чтобы хоть как-то разрулить эту ситуацию, но все-таки соломинка переломила спину верблюда, и в конечном итоге, я считаю, виноват и ДМ, и самурай. И отсюда вытекает вопрос, который я хотел бы задать всем моим слушателям. Понятное дело, что ответственность самурая – это быть лучше, чем его команда, для того, чтобы максимально качественно обеспечивать им защиту. Однако, когда же будет все-таки достаточно? И на каком этапе сила и сверхспособности вашего самурая станут помехой для партии? Вот такие вот вопросы я хотел бы с вами обсудить. Так что, если у вас есть какие-то задумки на этот счет, то не стесняйтесь оставлять их в комментариях под видео. Ну а если видео вам понравилось, то надеюсь, что вы поставите ему лайк. А если вы не подписаны на мой канал, то подпишитесь на него. Огромное спасибо всем тем, кто в это тяжелое время находит финансовые возможности поддержать мой канал. Я знаю, что это звучит банально и избито, но именно благодаря вам и вашей поддержке это шоу продолжается. Так что, спасибо всем за внимание. От винта, друзья. До новых встреч!